Привет, город! В студии Самиян, Таля Хорошилова и команда Сигмы. Новости этого понедельника и минувших выходных смотрите в нашем выпуске. Мы начинаем. За управляющую компанию ТСЖ в Новом Урингое взялась прокуратура. Количество скандалов, зачинщиком которых стала эта организация, нарастает. На сей раз горожане рассказали блестителям закона о ненадлежащем содержании многоквартирного дома по улице Сибирская. Ранее ТСЖ оказалась в эпицентре противостояния с интернет-провайдерами. Коммунальщики не соблюдали права абонентов, де-факто запретив монтаж и обслуживание оборудования связистам в своих технических помещениях. 14 августа контора активно препятствовала аварийным работам, оставив без связи полторы тысячи абонентов в нескольких домах. 11 сентября УК ТСЖ, настаивая на заключении договора по необоснованным тарифам задним числом, обрезала провода в доме номер 17 по Ленинградскому проспекту. 12 сентября состоялось собрание собственников жилья, на которое представители организации не явились. Накануне прошло еще одно собрание жильцов этого дома. В доме номер 17 по Ленинградскому проспекту вновь собрание жильцов. С 11 сентября нет телевидения и интернета в большинстве квартир. Управляющая компания ТСЖ обрезала кабели трех из четырех компаний-провайдеров Сигмы, Мегафона и Ростелекома. Третью неделю жители вынуждены пользоваться только мобильным интернетом с телефоном. Остались целыми только провода МТС, с кем и любезно советует УК заключать договоры. У каждого есть интернет, у каждого в телефоне. Но это же временно. Вас же не навсегда отключили интернет. Насколько Ваше Величество нас отключило? Я вечером в 6 часов прихожу и мы в 6 часов начинаем делать домашние задания, потому что нету доступа днем к интернету. Как они вот должны смотреть свои домашние задания, скажите мне, пожалуйста. Ну никто же не умер от того, что интернет временно отключили. Временно. Насколько? Временно. Насколько? Временно. Не умер. А вы хотите, чтобы еще умирать? Смотрите. Встреча прошла бурно и на эмоциях. Директор УК ТСЖ, кстати, не явился и в этот раз, направив своего представителя. Сначала управляющая компания объясняла свои действия тем, что провайдеры не навели порядок на крыше и их провода мешают капремонту. Якобы именно поэтому их и обрезали. Но парадокс в том, что, чтобы навести порядок, компаниям нужен доступ на чердак. Именно он и стал камнем преткновения, так как управляющая компания решила брать деньги с провайдеров за размещение своего оборудования в доме, в том числе и на чердаке. По 10 тысяч рублей в месяц за каждый дом с каждого оператора. И теперь просто никого туда не пускает. Чем обоснована эта сумма, непонятно, так как она в несколько раз превышает рыночную. Почему вы так прикаетесь от того, чтобы получить от провайдера деньги? Это мы будем платить вам же, опять же. Это будем платить мы. Вы вообще знаете, с чего откладываются вообще вот эти абонентские платы из вот таких затрат, типа вот вашей арендной платы. Вы почему решили, что мы должны согласиться на вашу сумму? Это законно. Представитель ТСЖ так и не смогла объяснить, ни в чем причина нововведения 10-тысячной оплаты, ни из чего складывается эта сумма. Со сметой, говорит, незнакомо. А жильцы уже второй раз пытаются собрать подписи и разрешить провайдерам на безвозмездной основе пользоваться чердаком. Но управляющая компания в первом собрании нашла лазейки в оргмоментах, благодаря которым не приняла решения собственников. В этот раз жители подготовились основательно. Повестку составили по всем правилам и собрали голоса. На безвозмездной основе разрешить провайдерам размещать свое оборудование, но взимать плату за потраченную электроэнергию. Оборудование же потребляет электроэнергию. У каждого оборудования есть потребляемая мощность. Согласно этой мощности рассчитать потребляемую электроэнергию за месяц, сколько оно потребит, и оплачивать это. Справедливо провайдеры поддерживают. Справедливо? Да. Справедливо, абсолютно. Справедливо. Вы справедливы. Проходите. Все за. Против есть? Вот против, против. Я против. Один против. Против оказались только два человека. И на первом и на втором собрании жильцов присутствуют провайдеры. Говорят, готовы и связь восстановить, и порядок с сетями навести. Но нужен доступ. Салехарда прилетел специально поучаствовать. Добрый день. Когда началась история с демонтажом кабелей, мы специально вызывали полицию для того, чтобы зафиксировать. От имени Ростереком мы подали обращение в прокуратуру, в правоохранительные органы, чтобы этот процесс остановить. 6-го числа, 7-го? 6-го, 7-го числа. Сейчас мы подаем письма для того, чтобы на следующих домах заранее в среду прийти, навести порядок. У нас эти письма не приняли. А ранее два месяца чем вы занимались? До этого момента мы неоднократно обращались с просьбой предоставить нам письма. Обращение просто. Есть официальные письма. Мы готовы в течение суток, соответственно, с специалистами управляющих компаний привести сети в порядок, проложить согласно требованиям и всем жильцам, которые находятся в этом доме, вернуть беспрепятственный доступ к интернету. Для этого нужен доступ на чердак? Да, для этого необходим доступ на чердак. За мой достаточно немаленький опыт работы в телекоммуникациях, первый раз вижу такую сумму. Абсолютно для меня это тоже цифра, она является непонятной и запредельной. То есть мы готовы выйти в какие-то адекватные стоимостные отношения, то есть заключить договор, но договор не задним числом, а какую-то сумму платить, понимая, что мы размещаем, но эта цифра должна быть понятна, прозрачна и одинакова для всех. Подписи собраны, впереди подсчеты и обращения в жилинспекцию, чтобы оформить все по закону и дать доступ на чердак провайдерам. А пока жильцы по-прежнему по неволе офлайн. Противостояние продолжается. Коротко о позиции присутствующих. Жители против политики управляющей компании, которая влечет за собой перебои со связью. Жители за предоставление беспрепятственного доступа провайдерам к техническим помещениям. Жители собирают подписи о запрете на право управляющей компании заключать договоры от имени собственников квартир. Жители готовят обращение на имя депутата Государственной Думы Дмитрия Погорелова с просьбой помочь защитить интересы собственников перед действиями УК. Провайдеры готовы заключать договоры как на возмездной основе, это арендная плата за площадь, которую занимает оборудование, так и на безвозмездной. Это договор о гарантии сохранности общедомового имущества. Провайдеры подготовили коллективное обращение в прокуратуру округа, а ранее туда были направлены обращения от жителей этого дома о нарушении их прав. Провайдеры приводят свои сети в порядок по графику, который синхронизирован с графиком проведения капремонта крыш жилых домов. На данный момент аналогичная ситуация назревает еще по двум адресам Ленинградский 8 и Молодежная 9А. УК ТСЖ уже предупредила провайдеров, что так как они якобы не могут там находиться на законных основаниях, оборудование будет демонтировано 27 сентября. Невзирая на мнение жильцов и их права граждан. В обоих домах назначено собрание собственников. Как стало известно, не во всех домах под управлением УК ТСЖ собственники наделили управляйку полномочиями заключать и разрывать договоры. В том числе, например, и в доме Молодежная 9А. На данный момент от жителей этих домов направлены обращения в прокуратуру и Следственный комитет округа. Люди просят защитить их права от действий управляющей компании. Провайдеры официальным письмом уведомили управляющую компанию о необходимости доступа, которого сейчас нет, для приведения сетей в нормативный вид. Когда закончится эта эпопея, в которой главные пострадавшие – люди, оставшиеся без связи? И если УК осуществит свои угрозы и демонтирует оборудование, парализуется работа десятка юридических лиц. Именно через эти сети проходит линия связи к городским камерам Сигма КТВ, которые обеспечивают безопасность города и находятся в открытом доступе для всех граждан и ведомств. Ждем результатов проверок уполномоченных ведомств, которые поставят точку в спорах и определяют порядок взаимодействия между всеми странами конфликта. В команде губернатора пополнения. Департамент строительства ЯНАУ возглавил куратор восстановления объектов Волновахского района. Подробнее в новостях короткой строкой. Аппарат губернатора Ямала возглавила Светлана Твердовская. В регионе она работает 27 лет, а в аппарате губернатора с 2003 года, пройдя путь от главного специалиста до первого заместителя руководителя. Новый начальник и в департаменте строительства. Эту должность занял Сергей Власенко. Ему 35 лет, родился и вырос в Салихарде. Больше 7 лет курировал строительную сферу в Лабутнанге. В 2022 году занял должность первого зама департамента строительства и жилищной политики округа. На Ямале запустили проект по экспериментальной посадке защитных лесополос вдоль дорог. Первые саженцы высадили на 1322-м километре трассы Сургут-Салихар. Предполагается, что деревья помогут предотвратить образование сукробов, будут защищать водителей от снежных заносов и сильного бокового ветра, которые часто становятся причиной аварии. Лесополосы высадят на трех участках, именно на них зимой возникают сильные переметы. Впервые заявки на гранты для предпринимателей будут приниматься через личный кабинет Центра «Мой бизнес» без посещения офиса. Новое введение касается социальных предприятий и бизнесменов в возрасте до 25 лет. Конкурс на предоставление грантов будет объявлен в начале октября. Новую Рингу и Салихард обошли Москву по уровню зарплат. У столицы России третье место. Эксперты РИА Новости рассчитали соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах и стоимости фиксированного потребительского набора. Лидеры рейтинга показали самую высокую покупательную способность. Аутсайдерами названы Нальчик, Листа и Грозный. Новый парк появился в газовой столице. Необычный сам по себе, он расположился на территории автопарка. На торжественном открытии, на котором перерезали не ленточку, а цепь, побывали наши коллеги из компании «Газпромдобыча Уренгой». В одном из крупнейших филиалов «Газпромдобыча Уренгой» Управлении технологического транспорта и специальной техники появился новый парк. Открыл объект генеральный директор предприятия Александр Корякин. Я очень вам признателен, что вы провели такую инициативу, совместный подтоп, не остаетесь не только равнодушными и делаете все, что и наша жизнь, и все то, что вокруг нас, то, что нас окружает, было лучше и красивее. Парк в УТСС, приуроченный 45-летию сотня образования общества «Газпромдобыча Уренгой» объявляется открытым! Парк в шаговой доступности для работников подразделения. Идея его создания появилась еще пару лет назад. Планомерно руководитель управления Тимофей Чернявский организовывал конкурсы на лучшие и интересные фигуры из вторсырья, проводил мозговые штурмы с коллегами. В субботу мы приходили, организовывались, в общем, поработали активно и получили такой результат. Парк разбили всего за пару месяцев. Фигур здесь немного, практически все на автомобильную тематику. И в каждую вложена частичка души работников филиала. Все показали, на что способны. Все участвовали в строении этого парка. Думаю, что полезен будет этот парк. Творчество и работа друг с другом переплетаются. И оно, кстати, и помогает. Даже в работе они все равно думают, что-то изобретают. Даже те же самые моменты по ремонту автомобиля, они же тоже изобретают. Они же тоже что-то выдумывают, чтобы сделать легче труд и водителям, и свои, как бы, сноу-хау носят. Один из главных объектов парка – спортивная площадка. Миньоны на входе из использованных баллонов. Арка со светофором из коленчатых валов. Роль скамейки выполняет кабина КамАЗа, а беседки – автобус, расписанный под хохлому. Здесь есть на что посмотреть и чему удивиться. И, конечно, какой же парк без деревьев? Первые саженцы посадили генеральный директор компании вместе с заместителем Сергеем Маклаковым, который курирует транспортный филиал. И очень здорово, что вот трудовой коллектив, руководители филиала делают все, чтобы и территория, и все, что делается здесь, это было сделано с душой. Выполнив производственные задачи, работники занимаются творчеством. Запал у транспортников есть. Планы у руководителя управления тоже имеются, и объединившись, они сделают филиал еще безопаснее, красивее и лучше. Медиапроект «Первый Уренгойский» специально для НУР-24. Сейчас короткий перерыв на рекламу. Оставайтесь с нами. Белорусская ярмарка с 21 сентября по 1 октября в ДЦ «Ямал». Новую Уренгой улица «Юбилейная-5». Огромный ассортимент одежды, мужские и женские зимние куртки, дубленки, джинсы, рубашки, толстовки, пулловеры до 70-го размера. Скидки 50-70%. Урал – это мы Открытые нового любви Урал – это мы Любим, что есть, было и будет Урал – это мы Во вкусе нам не откажешь Ежика намажешь? Урал – это мы Ежика Провансаль Чтобы не грустить в осеннее время, нужно побаловать себя непременно. Ювелирное украшение – отличное приобретение. Сибирское золото – правильное решение. Только до 31 октября в салоне «Сибирское золото» скидка до 50% на весь ассортимент. Подведены итоги пожароопасного сезона. На Ямале зарегистрировали 387 пожаров. Это немногим меньше, чем в прошлом году. Огонь не нанес ущерба населенным пунктам и объектам экономики. Почти 90% возгораний ликвидировано в первые сутки, что позволило Ямалу занять второе место по оперативности тушения в УРФО и войти в пятерку лучших регионов арктической зоны по этому показателю. Для мониторинга ситуации на территории округа использовались беспилотники. С их помощью обнаружили 15 лесных пожаров. Ямальские спасатели не только успешно работали в округе, но и помогали соседним регионам справляться с огнем, тушили пожары в Курганской и Тюменской областях. Определены имена получателей стипендий губернатора Ямала. По 10 тысяч рублей ежемесячно в течение ближайшего полугодия будут получать 169 студентов высших учебных заведений и техникумов. Эти ребята показали хорошие результаты по итогам летней сессии. Среди них 50% выпускников-медалистов, которые обучаются на специальностях в социальной сфере. Также по итогам сессии в список включены студенты-отличники, проявившие себя в исследовательской, интеллектуальной и творческой деятельности. В 2023 году впервые стипендия назначается 15 студентам, чьи родители участвуют в специальной военной операции. Всего в этом году на именную стипендию претендовали более 300 выпускников ямальских школ. Следующий прием заявок от претендентов начнется в январе 2024 года, после зимней сессии. Детей проводили на выходные, а сами учиться и обмениваться опытом. Это про новоуренгойских педагогов. Всю субботу они провели на мастер-классах и пополняли багаж знаний на фестивале. У кого и чему учатся педагоги в нашем следующем материале. То есть по большому счету это расширяет в том числе наши профессиональные возможности. Мы становимся таким маячком, по которому можно первое нас увидеть и понять в чем наша уникальность. В новоуренгойской гимназии прошел фестиваль для педагогов и руководителей разных школ города. Больше сотни участников в течение дня посещали разные мастер-классы и деловые игры. Мероприятие организовала команда-победительница Всероссийского конкурса флагмана образования. Нам очень хотелось делиться полученным опытом, делиться теми спикерами интересными, теми людьми, с которыми мы познакомились. И мы выиграли образовательный грант на проведение нашего фестиваля. И вот сейчас появилась такая возможность и мы его проводим. Делиться опытом и знаниями приехали спикеры из разных городов. Участников поделили на два образовательных трека для руководителей и педагогов. Среди мастер-классов нейросети и тренды в образовании от специалиста организации «Большая перемена». Профессиональный бренд «Педагога» от кандидата педагогических наук. А также управленческий тренинг и деловая игра «Как мы принимаем изменения». Данное мероприятие позволяет вообще увидеть какие-то новые тенденции, возможно, какие-то новые идеи взять и, соответственно, применить их в своей деятельности. Потому что уже сегодня я некоторые идеи взяла и с удовольствием применю их на уроках, в том числе и как классный руководитель. Учитель в школе уже давно вышел за рамки, провел урок и пошел домой. Педагоги сейчас стараются стать наставниками, чтобы не только передать знания детям, но и поделиться жизненным опытом, помочь найти свою траекторию развития. Татьяна Забродина, Алексей Емелев, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. Учитель из Муравленка представит Ямал в финале Всероссийского конкурса «Учитель года России». Ксения Романова преподает английский язык в школе номер 4. В заключительном этапе участвуют 90 учителей со всей страны. За время проведения конкурса 6 педагогов из ЯНАО входили в 15 лучших на федеральном этапе. В 2022 году Зельфира Батырова из Ноябрьской гимназии попала в пятерку призеров и стала обладательницей малого хрустального пеликана. С этого года победителям и призерам будут выплачивать по 1 миллиону и 500 тысяч рублей соответственно. А сейчас наш информационный блок продолжит программа «Патруль». Илья Ветров готов дать расклад по криминалу и происшествиям в округе за прошедшие выходные. У меня же все новости к этому часу. Не болейте и берегите себя. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова